Приветик, я сейчас в парикмахерской. Видите, что тут из меня делают? Делают из меня тут Мэрлин Монро. Посмотрим, что у меня выйдет. Потому что меня, как всегда... Как смешно мне камера, лицо закрывает. Меня, как всегда, мне никогда никто здесь не угождает. Причем мне раньше тоже нигде никто не угождал. Даже на родине. Вот. Ну, сейчас мы посмотрим, что у них выйдет. Покажу до и после. Ну, хотя до вы видели. Раньше это я в процессе, как бы. Вот она я. Так, вот такая сейчас красивая красавица. Я говорю тихонечко. Вот видите, сзади меня там магазинчик. Как раз в парикмахерской магазине вместе находятся. А я жду своего превращения в Мэрлин Монро. Посмотрим, как в этот раз у меня выйдет. Мне тоже очень интересно. Почему-то меня под сушку не посудили. Говорят, у меня хорошо идет реакция. Я вот сижу вот тут вот таким зеркалом. Почему-то здесь называют это стейшн. А если переводить, вообще, получается, как станция для остановка. Ну, и сумарик висит. Вот такая у меня тут ситуация рабочая. Правда, у меня не рабочая, у меня клиентская ситуация. Так, пока мне тут нужно ожидать 20 минут. Вот на что тут нашла. Читая тут всякие сплетни, видите, что тут слышу музыку, в общем, буду тарахтеть опять. Так что, девочки, кому не нравится, когда я тарахчу, больше извините. Слышите, как там разрывается красивая музыка. Знаете, что пишут про Бреда? Бреда. У них такие имена похожи. Бред, Бред. Значит, он у нас бисексуальный, оказывается. И пишет, что я бы никогда это не держал в тайне от Анжелины. Мне кажется, все это ерунда. Не верю. Чего только не напишешь, чтобы журнальчик продался. Так, а что у них тут? Опять развод. У Никол Кидман. Как его зовут? Забыла, забыла? Ну, вот он Кик, да? Опять у Никол развод. 275 миллионов на кону, да? Что у нас еще тут? Так, вот. Это парочка в Африке женится, да? Шара Избель. Шан. Меня вот это буйство красок привлекло. Гляньте, бьемся. Такой оранжевый у меня свитер, малиновые кожаные шорты, бирюзовая сумочка и малиновые туфельки. А тут вообще шипончили, да? Вообще что-то страшное. Это я так понимаю, в этом сезоне, да? Вообще, я не посмотрела, за какое число этот журнальчик. Просто тут валялся. Я его и схватила. А вот, смотри, май 14. В Нью-Йорке как она появилась, бейонсе. Бейонсей. Смотрите на Хенну Монтену. Назвали ее Хенна Бендена. Вот эти вот, вот эти вот такие вот, как назвать, платочки вот такие вот, да? с таким орнаментом, так, ковбойские. Называется Бендена. Вот у нее такой нарядец. Майл Исайлс. Хена Бендена. Красавчики. Вот, не знаю, верить в это или нет, что якобы Брэд больше любит мальчиков. Не знаю. Странно как-то. Для меня он никогда не подавал никаких знаков. Вернее, он меня не знает, чтобы мне знаки подавать. Никогда я его не подозревала в этом. Всегда мне казалось, что он бабничек. Такие картинки мне сейчас посмотреть. Вот журнал нашла. Еда называется. И вот на обложке вот такое мороженое классное с чем-то. Как это называется? Лишенка? С лишенкой. Вообще, я уже голодная, страшно. У меня живот бурчит. Кушать ходится. Я пытаюсь такого цвета зубов достичь. Что-то у меня не очень получается. Отбелило я до какой-то степени. Но вот до такого не могу. Причем, многие американцы, особенно молодежь, ходят тут именно с такими вот очень-очень белыми зубами. Знаете, как? Крема, как лист бумаги. Такого цвета. И многие всегда, что я думала, что делают профессионально где-то, ну, дантиста. Нет. Берут крест и вот просто выдерживают. Ну, не знаю, у меня там столько боли. Я потом таблетки пью после этого креста. Сейчас еще какой-то нашла. Еще один способ нашла. Без боли. Вроде бы сразу результат пошел, а потом все на этом и остановилось. А мне вот такие вот нужны, как бумага белые. А вот гляньте, какой ребеночек у Аштана Кучера и Милый Кунис. Интересно, как она вот по-русски? Мила Кунец или Кунец, наверное, да? Гляньте, какая девочка. Сколько здесь написано? Семь месяцев ей. Так, все, девочки. Я поняла, что нужно делать, чтобы вас покрасили именно так, как вы хотите. Нужно сначала на камеру, вот точно так, как я это сделала, высказаться, что вам никто никогда не мог угодить. Вот, вот смотрите. Я высказалась, и мне первый раз в жизни угодили с цветом. Не только с цветом, и со стрижкой тоже. Все аккуратно, все сделали, все симметрично. Нигде никакую сторону не оставили длиннее, чем другую. В общем, я довольна, довольна как слон, и первый раз, действительно, вот клянулась, первый раз в жизни мне угодили с цветом. Никогда не угождали. Все время было намного темнее, или какие-то там желтые, рыжие пятна мне оставляли. Вот, наконец-то, мне сделали действительно такой вот идеальный блонд. Я не знаю, вообще на камеру он виден или не виден. В общем, это то, что я хотела. Это самое главное, я думаю. Держали мне там сколько? Почти три часа. Так что мои мучения в этой фольге вознаграждены. Ну, не то, что у меня там три часа, не три часа я сидела с краской, а три часа, наверное, вот это все, знаете, там намотали, накрутили, там посиди, там то-то, все, в общем, все вместе, все вместе получилось со стрижкой, с укладочкой. Все получилось где-то почти три, не совсем три, но, в общем, как-то так вот вышло. Ну, в общем, я довольна, первый раз в жизни довольна я своей стрижкой. Такой шикарный букетик мне муж подарил. И я, конечно, хочу его запечатлеть на память. Такие розочки красивые. Как-то интересно, их так обрезали, разной длины все.